Здравствуйте! В эфире программа «Город здоровья» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Вместе с лучшими врачами региона мы расскажем, как сохранить и приумножить самое ценное. Сегодня в выпуске. Прогнозы экспертов, будет ли третья волна коронавируса, клещи открыли сезон охоты, как не стать их жертвой, скрытая угроза, плесневый гриб, кладоспориум, сильнейший аллерген. Что бы на это сказал доктор Ватсон, азбука работая с гнойными воспалениями в нашей новой рубрике. Главная тема сейчас – пандемия. Ограничения то смягчают, то вводят заново. И хоть эпидемиологическую ситуацию может мониторить каждый на специальных сайтах, ситуация ясна не всем. И главный вопрос – будет ли третья волна коронавируса. Антон вместе со своей супругой записались на вакцинацию заранее. Уколов они не боятся и поэтому привиться спутникам Ви решили вместе. Тем более, что пожилые люди входят в группу риска. А тут потерпеть буквально минуту – и все. В московском районе было больше всего зараженных коронавирусом. Он же и самый густонаселенный. Поэтому медперсонал предлагал большие усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. Эпидемиологическая обстановка в нашем регионе, она сейчас стабильная. Регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения. Но темпы прироста, они невысокие. На настоящий момент в московском районе 29 больных коронавирусной инфекцией и еще 15 контактных. По области цифра в разы больше – 1339 человек. И сейчас только и разговоров, что о третьей волне. Одни пророчат начало в мае, другие же эксперты говорят, что старт будет 15 апреля, то есть уже. Будет ли третья волна? С этим вопросом наша съемочная группа обратилась к врачу-эпидемиологу. В настоящее время так прогнозировать далеко очень сложно, потому что, как вы сами знаете, сейчас и часть границ уже открывается, какие-то вновь закрываются перемещения населения. Сейчас очень большое, тем более впереди праздники, летние отпуска. Поэтому, в общем-то, прогнозировать далеко очень сложно. Но мы надеемся, что, конечно, все будет стабильно и снижаться дальше. Одно врачи говорят точно – расслабляться рано. Каждый все еще считается в зоне риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Тут появляется другая проблема – это паникеры. В первую волну они сметали гречку и туалетную бумагу с полок магазинов. Во вторую – подуспокоились и неизвестно, что будет в третью. Как этой панике не поддаться, рассказали специалисты. Прежде всего, общайтесь с теми людьми, которым вы действительно доверяете. Пользуйтесь информацией, которая проверена, не та, которая бабушка у подъезда сказала. Если есть так называемые токсичные окружения, таких людей, по возможности, конечно, из своего окружения сейчас следует исключить. То есть надо общаться с теми людьми, которые настроены позитивно, которые дают запас протекции, защиты, поддержки. А рекомендации по-прежнему стоит соблюдать, говорят врачи. Маску в общественных местах носить продолжаем, держим дистанцию, а руки все так же обрабатываем. Такие простые правила помогут избежать заражения. Вакцинация по-прежнему добровольная, но врачи советуют заветный укол все же сделать. Клещевой барелиоз или болезнь Лаймана с лукой у рязанцев каждую весной. Вновь медики не устают напоминать о том, какие последствия могут наступить после укуса насекомых и о мерах предосторожности при выезде на природу. Клещи – древнейшие животные. По подсчетам ученых, они вдвое старше динозавров. Эти паразиты переносят более 15 инфекционных заболеваний. Поэтому любое присасывание клеща необходимо расценивать как потенциальную опасность заражения. По статистике, в рязанском регионе примерно 10% клещей являются переносчиками заболеваний. И основное заболевание – это болезнь Лайма или клещевой барелиоз. Энцефалит пока в нашем регионе не выявлен. Опасен не сам укус, а именно заболевание. По мнению экспертов, чем быстрее будет извлечен клещ из кожи, тем меньше вероятность заражения. Лучше это делать в стационаре. Если же вы находитесь далеко от города, можно попробовать вытащить паразиты пинцетом или ниткой. Можно использовать простую веревку, когда делают узелок вокруг клеща, и медленными, такими покачивающими и расшатывающими движениями клеща удаляют. Ошибкой является прижигать клеща, поскольку это увеличивает шанс инфицирования человека. Ошибкой является заливать его маслом. Клещ не получает кислорода, начинает беспокоиться, начинает двигаться, и тем самым, опять же, срыгивает инфицированные содержимые из своего брюшка вам в рану. Увеличить шанс заражения можно и вытаскивая клеща пальцами. При надавливании на его брюшко инфекция попадает в рану, как из пипетки. Резко дергать паразита также не стоит. Вероятнее всего, часть его тела останется под кожей. После излечения, опять же, либо в частной лаборатории, в идеале, сдать этого клеща. Соответственно, клеща после излечения в баночку положить, в баночку положить кусочек ваты с моченной жидкостью водой, и в таком состоянии, опять же, как можно быстрее доставить его в лечебное учреждение. Это необходимо для того, чтобы понять, заражен ли клещ, а следовательно, требуется ли человеку лечение. Что касается профилактики, в теплое время года лучше выбираться на природу в светлой одежде, на которой проще увидеть крадущегося клеща и вовремя от него избавиться. Вещи нужно надевать так, чтобы они закрывали большую площадь тела и использовать головной убор. Перед выездом с природой и приездом домой всегда необходимо осматривать свое тело на наличие клещей. Врачи нередко становятся героями литературных произведений. Например, доктор Ватсон, который до знакомства с Холмцем успел поработать хирургом и военным врачом. Окажись он в современных реалиях, он бы очень удивился, узнав, как изменилась современная медицина. Наша новая рубрика представит хорошо известного вам персонажа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У нас было много подобных случаев. Фурункулы. Позволите? Пожалуйста, присаживайтесь. Разрешите представиться. Меня зовут доктор Джон Ватсон. Подданный английской короной. Бывший полевой хирург. Служил в Афганистане. Вы знаете, меня заинтересовала ваша книга. Какого она года? 1934-го. Но это самая известная книга о гнойной хирургии. Вы тоже врач или учитесь? Джон Ватсон. У вас интересное имя. Джон Ватсон. Я врач-хирург СМ-клиника. Семенова Дарья. Так что, эти фурункулы до сих пор не победили? О, вы будете удивлены, как часто к нам с этим обращаются. И кто же. В нашем полку это была частая проблема рядового состава. Неудобная одежда, грязь, пот. Это и сейчас одна из причин. Люди носят тесную одежду, она натирает тело, образуется гнонячковое заболевание кожи. И болячка старая, и причины все те же. Но на самом деле причин не так уж и мало. Это и простудные заболевания, общее снижение иммунитета, хронически сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет. Мы не выявляли причин. Мы лечили следствие. По-прежнему скрывают на живую. Тактика лечения зависит от того, когда пациент обратился. И что, научились лечить фурункулы в зародыши? Ну, не в зародыши. Это называется фаза инфильтрации, когда под кожей образуется плотный болезненный узелок. Если пациент обратился в этой фазе, то мы можем провести консервативное лечение. Назначаем специальные лекарства внутрь и местно, динамически наблюдаем пациента, назначаем необходимые анализы, обследования. Мы отправляли солдат обратно. Пусть сформируется фурункул, тогда уже будем скрывать. И как же вы проводили операции в полевых условиях? О, это очень просто. У каждого врача был свой ланцет. Ну, в смысле скальпель. То есть они были многоразовые? Ну да, но у каждого свой. А сейчас иначе? Сейчас мы используем преимущественно одноразовые инструменты. В СМ-клинике мы тщательно следим за правилами асептики и антисептики. Если по результатам осмотра у пациента сформирован абсцесс, и он нуждается в операции, у нас в клинике есть все необходимые условия для выполнения операции. Это операционная и палата дневного стационара. А техника вскрытия? Смотрите. Это так называемая зона флюктуации. Словно жидкость внутри переливается. Сюда обезболивающее мы не колем. Мы вводим анестетик вокруг, чтобы не допустить распространения инфекции. Обезболивающее? Мы максимум давали солдатам виски, если оно, конечно, оставалось у докторов. Я вам больше скажу. Еще 20 лет назад уколы анестетика делались далеко не всегда. Но времена идут, все меняется. А теперь делаем надрез. И выдавливаем гной. Ну, не выдавливаем, а аккуратно вычищаем. Для этого мы используем специальные инструменты, необходимые зонды. И потом накладываем повязку листера. Это какая? Это карбоновая кислота в льняном масле и мел. Все это наносится на оловянную пластинку и прикладывается к ране. Это первые антисептические повязки. Сейчас такие не используются. Мы используем более современные средства. При необходимости назначаем антибиотики, тщательно наблюдаем и контролируем очищение и заживление раны. Раны всегда были актуальны в полевой хирургии. Сейчас чаще встречаются бытовые раны. Люди порежутся и ходят так несколько дней. Завязали бинтом и считают, что все в порядке. Но не в порядке. Обращаются за медицинской помощью, когда уже началось воспаление. А как же вы этих раненых лечите? У них живот, рана открытая. Завязанность от состояния раны. Мы назначаем препараты местно и внутрь. Смотрим, перевязываем. Руки, пальцы. Коллег много остается. Мы стараемся обходиться малой кровью. Если вовремя обратиться за медицинской помощью, многих тяжелых последствий можно избежать. Обращайтесь к профессионалам. Ну, по каждому порезу не будешь обращаться? Лучше все-таки обратиться. Чем раньше начато лечение, тем благоприятнее результат. Прошу прощения, мне пора бежать. Постойте, мы ведь только начали беседовать. О запущенные случаи, о большие фурункулы. Где вообще использовать такой современный подход? Васильевское строение, 3СМ-клиника. Кстати, я еще и флеболог. Так что нам есть о чем поговорить. Флеболог. Флеболог. Тогда в СМ-клинику. Весна не только время обновления. И с таянием снега возрастает число аллергических реакций. Иногда кажется, что они возникают по неизвестной причине. Однако эту напасть иногда вызывают споры плесневого грибка рода кладоспориум. В чем его опасность, расскажем далее. Неудобства, которые могут сейчас испытывать рязанские аллергики, связаны с высокой концентрацией в воздухе спор плесени кладоспориума. Основное условие выживания этого грибка – повышенная влажность. А главная опасность кладоспориума – его способность распространяться по воздуху. Болюметрическая ловушка лонзони. Это ловушка, которая фиксирует состав атмосферного воздуха в течение всего вегетационного сезона. Конструктивно она представляет собой воздушную помпу, которая накачивает по естественному потоку воздуха. Она накачивает еще и искусственный поток воздуха с определенной скоростью – 10 литров в минуту. Флюгер ориентирует всасывающие отверстия, в общем-то, через которые проходит весь воздушный аэрозоль. Местом обитания плесневого грибка может стать не только улица, но и дом. Его много в почве. При определенных условиях кладоспориум живет на бетонном покрытии в швах пластиковых окон. В последнее время в обиход вошло такое выражение, как «сикбилдинг синдроме» – синдром больного здания. В помещения, где поселяются плесневые грибы, постоянно болеют люди. Для того, чтобы избавиться от них, важно провести необходимые санитарные мероприятия – масштабную обработку специальными средствами. Из всех зарегистрированных спор грибов, 40% спор в атмосферном воздухе приходится на долю кладоспориума. Надо сказать, что эти грибки обладают уникальными особенностями. Во-первых, они сверхустойчивы. Во-вторых, помимо пользы, они приносят колоссальный вред. Вред именно здоровью человека, потому что вызывают микозы и токсикозы. Эти споры, циркулируя в составе воздушных масс, попадают на слизистые оболочки, и у чувствительных людей вызывают риниты и конъюнктивиты, тем самым маскируются под поленос. Поэтому, если вы замечаете у себя симптомы аллергии, возможно, причина в этом плесневом грибке. В любом случае, при слезотечении и рините стоит обратиться к врачу. И на сегодня это все. Я желаю вам крепкого здоровья, берегите себя и своих близких. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!